Еще один абсолютный чемпион мира это Константин Дзюр, президент Академии единоборств Ивана Штыркова и менеджер Майка Тайсона Каал Холнес. И Ярослав это переводчик, который будет вам помогать переводить вопросы с одного из другого и обратно. Перед тем, как мы приступим, я бы хотел сказать, что у Ивана Штыркова сегодня день рождения. С этим мы его и поздравляем. Настоящее украшение, что сегодня к вам приехали такие великие гости. И первый вопрос у меня будет к Майку Тайсона. Вы были здесь, когда еще были здесь голые стены. Но сейчас вы видите новую академию, первое впечатление. Что вы думаете об этом? Я наблюдаю здесь чудесный прогресс по сравнению с тем, что я видел здесь четыре месяца назад. Весной здесь джим, который похож на произведение искусства, это отличная тренировочная база, мне очень понравилось. Спасибо. Следующий вопрос Константину Дзю. Вам вопрос про Дениса Лебедева, который будет... Друзья, аплодисменты! Гуслан Проводников, чемпион мира WBL. Вам вопрос про Дениса Лебедева. Завтра ему предстоит бой после долгого возвращения. Вы ему ассистировали, тренировали. Вчера он рассказывал про бой с Кевинером Рок Джонсом, когда он расстрелялся по трону до шестого раунда и в итоге это самый сложный бой в его жизни. Какие у Вас ощущения от этого? Что бы хотели пожелать и какой-то прогноз на бой, возможно? Ну, прежде всего, добрый вечер, добрый день. Хотел пожелать удачи в бою. У меня нет никаких отрицательных эмоций, Дениса, то, что у нас произошло. У нас так получилось. Я с ним встречался уже несколько раз. Недавно мы несколько месяцев назад разговаривали, общались, и я задумал, что он опять решил выступать. Дай Бог, чтобы у него все сложилось хорошо в этом бою, без травм. И то, что он задумал, не просто один бой, наверное, просто вернуться, а какая-то цель какая-то, например, стать опять чемпионом мира, то она осуществилась у него. Спасибо. Руслан Трофимов, к Вам вопрос. Вы здесь никогда не были еще в Академии вроде бы, да? Такое и нет. Были, но экскурсии не проходили или проходили. Мы с журналистами, с коллегами, первый раз видим Вас здесь. И на боях. Расскажите о впечатлениях, о базе самой. Каково это вот оставить все это следует в истории, расписаться снизу на груши. И вообще, общее впечатление базы, где сейчас готовятся боксеры и все боксеры. На этой базе, в этом зале я второй раз, ну, экскурсии сегодня прохожу в первый раз. Посмотрел вообще вот так вот. Хочу сказать, что просто замечательная база. Ну, Вы знаете, я, такой человек, я, наверное, стал тем, кто я есть, лишь потому что я был голодный. У меня не было всех этих условий. Многие, которые, те, кто начали сразу с таких условий, им не с чем сравнивать. А когда ты приходишь с подвала, когда ты ценишь то, чем ты заработал. Ну, конечно, дай Бог, чтобы все те ребята, которые здесь тренируются, занимаются. Жизнь настолько, я говорю, удивительной штукой. Я никогда не мог подумать, что когда-нибудь Майк Тайсон будет стоить просто здесь вот так, да. Потому что в свое время, в их возрасте, я... Майк Тайсон даже по телевизору не стану увидеть. Я, мне пришлось, я говорю, перейти профессионалу, уехать в Америку. И только спустя восемь лет, по колено в крови, проведя боёв, сколько и... Мой бой, это я единственный боксер, чей бой впервые за всю историю профессионального бокса признанил лучшим боем года. И вот только тогда мне Майк Тайсон, я его впервые увидел, пожал ему руку и сказал ему спасибо, потому что я... Это единственный боксер, которому я хотел спать в руку и сказать ему спасибо за ту мотивацию, которую он мне давал. Вот представляете, да? Насколько... Какая жизнь удивительна. Сейчас такие дети, и не надо ехать. Такая жизнь профессионала, ехать в Америку, там, да, драться фотографиями в крови. Они могут вот здесь просто так вот встретиться с майками и сфотографироваться. Ну, тогда вытекающий вопрос к Ивану Штуркову. Скажите, вот, в общем, насколько приятно встречать здесь таких гостей по своей академии, поскольку вы президент академии ВК. Всем добрый день. Видеть и сидеть рядом легендой не просто бокса, а спорта. Это, я считаю, и вообще легендарным человеком. Это честь. Вот. Для детишек, которые сегодня увидели майка внизу, я смотрел на них, смотрел в их глаза и видел, что для них это значит. Это, наверное, больше, чем какая-либо мотивация. Это что-то, наверное, исполнение мечты. Вот. И я соглашусь с Русланом, что в наше время мы не могли, да, и мечтать о таком. Но, как уже заявлялось при открытии академии, что к нам будут приезжать легенды спорта. Действующие топовые спортсмены единоборств будут мотивировать всех занимающихся, не только профессионалов, но и, опять же, детей и просто людей, которые любят единоборство, занимаются ими, будут приезжать к нам в академию, будут делиться опытом, будут проводить мастер-классы, сборы. Уже за тот недолгий промежуток времени, который действует и работает академия, у нас побывало достаточно много именитых и топовых бойцов, действующих бойцов. Был Артур Кишенко, были борцы из Бразилии по рейтингу и джиу-джитсу. То есть, академия живет и развивается, и это здорово, и будет продолжать в том же темпе. Мы будем лучшей академией единоборств не только в России, в мире, и это будет не только благодаря оснащению академии, это будет благодаря нашим воспитанникам, нашим спортсменам, бойцам, борцам, боксерам. Спасибо. Коллеги, есть вопросы, да? Александр Кисель, матч ТВ, телеканал ОТВ. У меня вопрос к Майку, к Константину и к Руслану. Работает вообще? Да, да, да. Вы завтра поедете, как Алексей уже говорил, на бой Дениса Лебедева и Хизни Алтинкая. Я бы хотел вас прокомментировать, какие сильные и слабые стороны у этих спортсменов, ну и дать вам какой-то прогноз на бой. Я бы хотел провести время в удовольствии, я бы смогу увидеть хорошим боксом четкого прогноза в дня на данный момент нет. У меня вроде Майк уже все сказал, но это было просто. Я напомню, серьезно, я не знаю, кто спортсменник у Дениса, я его ни разу не видел, не слышал о нем. Я не знаю, кто это такой, что там происходит. Я знаю одну вещь, у меня, например, завтра, вернее, послезавтра 8-го числа мой сын наступает. Для меня это больно, хотя я, конечно, буду болеть за Дениса. Спасибо. Что касается меня, я считаю, что я сюда приехал именно, чтобы поддержать его болезнь за Дениса. Это мой хороший друг, и я не мог пропустить этот бой, и буду болеть за него. И для меня не важно, как он закончил. Да, самое главное, чтобы Дениска был здоров. И я уверен, что он проведет этот бой замечательный, яркий и без всяких таран, и выиграет его. Спасибо. А еще вопрос. Вы дергали уши Ивана сегодня на день рождения? Вопрос для у кого забирается сигнал. Да, а кто-то задает вопрос. Да, вы попробуйте это сделать сами. На какой секунде вы упадете? Дмитрий Никитенко, информационное агентство ТАСС. У меня будет два вопроса. Один к Майку и Константину, второй непосредственно Константину. Первый. Можете ли вы дать прогноз и оценить шансы Поветкина в бою предстоящем с Джошуа? И второй Константину. Вы сказали, что 8-го числа будет бой вашего сына. То есть вы его тренируете, какие у него планы и когда ждать чемпионские бои. Они с учениками. Они с ученым. Они с учениками. Очень классные. Они из-за онлайн на чашку. Меня вопросов. Один кое-что. Это чашек. Он почитал. Онzony на фай. Он на файне. К Разум 있습니다. Он почитал. Я не знаю, какое-то происходит. Вам предстоит очень интересный бой, я не смогу предсказать на данный момент точного исхода, а надо подключить ситуацию. Ну, Майкер всё сказал уже, да? Для Саши будет нелёгкий бой, это будет определённый очередной вызов для него, как он его... Сложно говорить про определённый продикшн, предугадать какой-то бой, если не видел ни подготовку, не в курсе, что они делают, как они готовятся, что у них происходит в команде. Поэтому сложно об этом вопросе говорить. По поводу моего сына, он выступает очень серьёзным соперником против файландца, из 19 боёв, 18 нокаутов, очень бьющий, но имеет три поражения, ни одного засрочного нет. Поэтому новый такой большой челлендж для него, для сына. И надеюсь, он пройдёт его правильно, без травм. Потому что очень надеюсь, очень надеюсь, что в одну из программ, которые мы будем делать здесь, или в Челябинске, или в Екатеринбурге, я хочу привезти его сюда. Он здесь выступил, можно сказать, на второй родине. Потому что, хоть он и родился в Австралии, всё-таки корни, они крепкие здесь. Они сидят очень глубоко. Поэтому я очень хочу привезти его сюда. А планы тренируете ли вы его? Я живу в России, он живёт в Австралии. Мы не каждый день сейчас, но два-три раза в неделю перезваниваемся, отблённые советы. Фактическое побои ему уже немножко рассказал. Но я хочу ему перед самым боем ещё определённые задумки мои высказать. И там посмотрим. Ну и жога у меня уже началась. У меня. Коллеги, в продолжение вопросу по ветке Джошуа, ещё вопрос от AirSport из Челябинска. Какой бой круче, ваше понимание, Wilder Fury или по ветке Джошуа? Какая Майк Тайсон? Which fight would be better, in your opinion, Wilder Fury или по ветке Джошуа? Майк Тайсон? Майк думал, что бой с Джошуа будет. Отлично. Следующий вопрос для BoxTV. Альберт Мусин, BoxTV, вопрос для Майк Тайсона. Будет пара вопросов. В свой прошлый приезд, в феврале, в Екатеринбург, вы заявили о том, что боксы чем более тем лучше. Вот что в этой связи вы думаете по поводу такого спорта как ММА? И второй вопрос. Расскажите про свою актёрскую карьеру, какие планы вообще, какой фильм или спектакль увидим. Первый вопрос по поводу ММА после его заявления. Второй вопрос. Я очень люблю ММА. Я видел очень много на бойов UFC, я часто вижу ММА, и тысячи лет мне принесут огромные цени. И расскажите вам какие-то интересные вопросы? Да, я готовлю еще один фильм о моей жизни. Я не буду играть себя, но я буду играть в фильме. Джейми Фокс будет играть меня. Малик Сирошевский, «Раша Тодей». Можно по-английски вопрос о том? У меня есть вопрос к тебе, Майк. Другие. Вы просто говорили о ММА. Есть огромная борьба с одним из твоих друзей, Хабиб, против Конор Макгрегор. В твоей председательной борьбы, это, наверное, самый крупный борьба в истории ММА, как все говорят. Что вы думаете? Кто победит? Стоит ли вы, какой какой возможный трех такой уточ achизнет из них? Потому что может из провоци и умереть, и кем пыталась отк judge Blaze Биби. Я люблю Биби. Вы? Вы не發生 responds? Я думаю, что это музыка. но он очень хороший шанс. Конор потерял его последний бой. Биби был на хорошем пути. Вопрос был задан по поводу предстоящего боя Макгрегора с Хабибом Макгромедовым. И Майк отвечал по поводу профессионального исхода и что будет значит ройкаш для каждого из бойцов. Майкл очень нравится Хабиб и он конечно его сторону более от болей и переживает, но он считает что у Макгрегора также остался порох на счет на несколько боев и мы желаем обоим байксраму продолжение карьеры. Это очень сложный бой для боя, непростой, очень непростой. Это будет тяжело. Просто еще один вопрос. Recently, мы видели, я бы сказал, что очень странные вещи происходят в боксинге. Боя между двух ютуберов, несколько месяцев назад. Скажите об этом, я не знаю. Здесь есть парень Логан Пол. Он есть ютубер-сенсационный блогер. И здесь есть парень КСИ. Они провели в Манчестер. Они не профессиональные боксеры. Кто победил? Кто победил? Кто победил? Ж star-белизор? Тааааааааа. Таааааааа… Тааа… Куга, гоня но очень… Таааааа. Так, мы помним, когда Макгрегор, смотрим, Продолжение следует... Вопрос был соответственно о том, что думает Майк Тайсон о прошедшем бою между Мэйвезером и Макрекером, а не открыл ли своим приглашением Мэйвезер в ящик Пордоры, приглашая непрофессионалов в боксерский спорт. Майк думает, что это был отличный бой, и Макрекером выступил отлично, и прошел так далеко, как никто от него не ожидал, и он противостоял практически на равных, но Мэйвезер, естественно, на опыте, давал возможность победить, поэтому это уникальное событие, и он так не считает. Вопрос. 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 Здравствуйте. Майк, ты видишь много гимов в твоей жизни, и ты говоришь, что эта гима на уровне. И ты любишь тренировать в России? Ну, если я живу в России, я еще не люблю тренировать. Я не люблю тренировать сейчас. Я буду смотреть людей тренировать, но я не тренировать так много. Это отличный гим. Это отличный гим. Тренировать с ребятами. Эта гим у меня есть много правил. Это отличный гим. Я никогда не видел такого гима. Это целая фасилитка. Один этап, два этапа, три этапа. Это как старая Советская Уния. Когда они ходят в спорте на один этап, у них есть дети, на следующий этап, у них есть тренировки, а потом у них есть тренировки. Это то, что меня напоминает. Отвечая на вопрос о том, что думает Майк по поводу данного спортивного сала, данной академии, ему вспоминается подготовка в Советском Союзе спортсменов, когда на каждом этаже занимались сначала маленькие детки, потом подростки, потом уже восемнадцатилетние ребята и взрослые. И он считает, что это уникальное, конечно, спортивное сооружение, и оно соответствует высшему классу мировому. Игорь, Игорь, сделал отличную работу, приведя эту идею в жизнь. И второй вопрос ко всем присутствующим. Скоро в Екатеринбурге пройдет суперсерия. Как вы думаете, насколько это событие важно для небольшого российского города? Суберсерия. 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 в одной восьмой, в одной четвертой, в полуфинале и финале. В одной четвертой, в полуфинале и финале. Ну, только в маленькой, да, да, Гасиль. Не больше. В 2017 году встретился Усик с Гасиль, господи, Усик. Гасиль, да. И, соответственно, Усик одержал победу, забрал все пояса всех организаций. Это победитель чемпион. Очень? Да. Круто. Удовольный. Удовольный. Предпоследний вопрос о КОП-СТВ. Вопрос Константин Взю. Техничность, в принципе, и четкое движение, которое мы сегодня показывали на мастер-классе с детьми, показывает, что вы в хорошей форме, но тем не менее, еще недавно у вас были некоторые проблемы с Энер-Руином, мы даже проходили обследование в Екатеринбурге. Как вы сейчас себя чувствуете? Я проходил обследование в Екатеринбурге чисто для того, чтобы проверить, что у меня все в порядке. Это Нартоха Грибинский, солист. Ну, сердце, у меня было два года назад, у меня было такое прединфарктное состояние. Просто повлины все на шлем, определили, поставили сцен. Сейчас просто мне периодически нужно проверяться. А так я вполне в порядке. Я занимаюсь каждый день обязательно. До того, как я сегодня сделаю, сделаю зарядку утром. Обязательно. Я для себя сказал, я каждый день занимаюсь. Просто для того, чтобы быть в хорошей форме. Потому что у меня маленькие дети, и когда они активны, мне, если бы я был ни в форме, я бы просто не смогу ничего делать. Это заставляет просто быть в хорошей спортивной форме. И чувствовать себя хорошо, это тоже здорово. Ну, а основные упражнения какие? Какие основные упражнения? У меня сейчас немного, у меня была небольшая травма. Еще одна. Я обязательно делаю прессы, обязательно нажимания, обязательно стоечку определенную для спины, определенную растяжку. Это обязательное упражнение. И еще кое-что хитрое. Просто я уже не буду говорить. И у меня получается минут 15-20 обязательного упражнения каждого упражнения. Пока дети спят, я успеваю это сделать. Да, потому что когда просыпается, все, понеслось. Заключительный вопрос от Ассошейты Пресс. Для вас это не очень важно. Для вас есть вопрос майку и Константинов. У меня есть очень short of your program meeting the kids of this academy. Это было очень short, но это очень важно для детей. Что это для вас? Вы подумали, что это для вас? Уйдите, чтобы это работало? Поехали. Когда я был 21-20, я был 9-10 лет, я был Мухаммад Али. Это было бы, что я не могла быть, и я не могла быть, а я была бы, потому что я думаю, И они считают, что, если дети могут выкручивать вас и видеть вас успешно, они знают, что вы настоящие, и они знают, что вы любите делать. Если вы хотите делать, то они тоже могут делать. Майк тоже рассказал, да? Традиционно. У меня очень схожая ситуация. Я просто вырос в маленьком городке, город Серов. В тот момент, слава Богу, мы находимся в нашей области, все знают, что это город Серов, а в других местах, где это такое, или где, что это такое, что за город такой. У нас в тот момент, когда рос, у нас не было, у нас не показывали ни Майк, еще не выступал, ни Мухаммеда Али. Я помню только бои наших советских боксеров, и был такой боксер Серик Анайбаев, кто любитель бокса знает его. Он очень нравился моей маме, как он выступал. И вот благодаря ему, благодаря его технике, джентльменству, которую он показывал на ринге, мои родители захотели меня и отдали меня в боксер. Я благодарен им, что это произошло. Потом, позже, когда мы встретились и с Майком, и с другими звездами, когда я встал на одну ступеньку, на один левел вместе с ними, моя задача мотивировать, задача – это моя миссия, определенная миссия, которую я отнесу с огромным удовольствием для ребят, когда мы решили. Благодаря этой миссии я смогу вытащить ребенка или вдохновить его идти в зал, а не на улицу. Потому что судьба меняется в одну секунду. Я благодарен судьбе, что эта миссия мне дана, и с огромнейшим удовольствием ее несу. И очень надеюсь, что в сегодняшний день община, когда мы все вместе пообщались, потрогали этих ребят и ребятишек, как вот опять Ислан сказал, для них это будет переворот в голове определенный. Они уже два раза подумают пойти им на улицу и сразу решим, что они идти в зал. Это наша задача, это наша миссия. Еще раз. Коллеги, на этом все. Огромное спасибо нашим советствам. Я просто хотел бы поблагодарить Игоря Алексеевича за то, что он воплотил мечту моего папы, который сегодня здесь, соографироваться с Константином Борисовичем и Майком Тайсоном. Он даже мечтает немного о том, что когда-нибудь он вот так в жилую их увидеть, и с ними посидели, соографироваться. Поэтому огромное спасибо, Игорь Алексеевич, вам за... Мой просим, это в Инстаграм ваш выложит, пожалуйста. Обязательно. Все, ребят, спасибо. Огромное спасибо, друзья. Константин, если можно, у вас попросить недолго остаться...